Пятая задача, которая предлагалась на Олимпиаде в физтех по физике в 11 классе, это геометрическая оптика. Это очень классная задача, которую очень приятно делать. Она также не перегружена математикой, но что-то по геометрии в ней все-таки, конечно, будет в виде подобия треугольника, да, но она сама по себе просто очень интересная. Мы сейчас начнем погружаться в нее, вы поймете, о чем я говорю. Итак, условия. Правда, опять пришлось пару фраз выкинуть, я их просто зачитаю, у меня не уместились, но основное я здесь оставил. Итак, в стене сделана небольшая выемка, внутри которой находится маленькая лампочка, так что прямой свет от лампочки на стену не попадает. То есть вот она стена, вот небольшая выемка вот здесь сделана, туда убрали лампочку. Поэтому свет вот от нее, вот этот прямой, он на стену не попадает, он только вот так вправо уходит от нее и все. Ну, естественно, лампочку надо рассматривать как точный источник света. Хорошо. Справа от лампочки, на расстоянии аж маленькая, расположена тонкая собирающая линза с фокусным расстоянием F большое, равная 1,2 H. Вот собирающая линза, фокусное расстояние у нее H на 2, H это расстояние от стены до этой линзы. Радиус линзы R маленькая 3 сантиметра. Вот 3 сантиметра, вот 3 сантиметра, да, вот он радиус линзы. Ну, к ней как вот в сечении круг, да, она круглая, естественно. Справа от этой линзы, на расстоянии L маленькая, равная 2,3 H, расположена параллельно стене плоское зеркало Z. То есть вот на расстоянии L уже непосредственно от линзы L 2,3 H, здесь плоское зеркало, идеальное плоское зеркало. Главная оптическая ось линзы горизонтальна и проходит через лампочку. Ну, формально, как я понимаю, на основании всего этого можно будет утверждать, что стена вертикальна, линза вертикальна, зеркало вертикальна. Главная оптическая ось тогда будет горизонтальна, вот по условию она проходит через лампочку. То есть лампочка, как точечный источник света, лежит на главной оптической оси нашей тонкой собирающей линзы. В задаче два вопроса. Вопрос первый. Найдите площадь неосвещенной части зеркала. Интересно уже. И второй вопрос. Найдите площадь неосвещенной части стены. Еще интереснее. Да, еще раз. Первый вопрос. Найдите площадь неосвещенной части зеркала. Второй вопрос. Найдите площадь неосвещенной части стены. Ответы дайте в квадратных сантиметрах в виде гамма-пи. Ну, где гамма – это какое-то число. Или целое, или в виде обыкновенной дроби. Ну, окей, мы это напишем. Что здесь в задаче еще у меня не уместилось, но сказать надо. Значит, считать, что свет, идущий мимо линзы, проходит плоскость линзы беспрепятственно. То есть тот свет, который будет распространяться, вот показывая вот таким образом, мимо линзы, он без проблем будет проходить. То же самое здесь. Те лучи, которые мимо линзы пойдут, они беспрепятственно пройдут. То есть вот тут ничего распространению света не мешает. И еще один важный момент. Размеры стены и зеркала намного больше размеров линзы. Ну, то есть зеркало, оно какое-то невероятно огромной длины. Размеры стены, соответственно, тоже. То есть вот лучи света мы никакие не теряем, говоря проще. Но очень интересная модель. Получается следующее. У вас свет вот так вот идет, проходит через линзу, попадает в зеркало, отражается от зеркала, снова проходит через линзу, и уже попадает на стену. То есть в результате что-то от зеркала будет освещено, что-то и от стены будет освещено, потому что свет, который идет от лампочки через линзу, отражается и вновь проходит через линзу. Свет, который идет от лампочки, проходит через линзу, отражается от зеркала, и снова проходит через линзу, попадает на стену. В результате какая-то часть зеркала будет освещена, какая-то часть стены будет освещена, какая-то нет, если верить условию. И здесь придется преобрисовать лучи света и с этим разбираться в целом. ок я думаю что здесь нам надо постараться запомнить сейчас максимально это условие решение будем по частям сейчас делать ну вот возможно конечно стоит какую-то как какую-то короткую совсем версию условия оставить где-нибудь сейчас мы решим где да там рисунок и вопросы оставить вот эти вот все параметры геометрические которые здесь заданы оставить в целом на самом деле уже надо начинать разбирать вот как свет будет проходить через линзу отражаться но через линзу лучше надо будет рассмотреть свет который мимо линзы пойдет давайте разбираться вначале мы с вами разберемся с тем чем равняется площадь не освещенной части зеркала давайте будем обозначать с 1 здесь вот эскиз рисунка который будет к решению заблаговременно мной был сделан и так вот вертикально стена вертикально тонкая собирающая линза вертикально плоская идеальное зеркало главная оптическая ось этой линзы проходит как раз таки через лампочку через наш источник света от которого мы сейчас будем разбирать то как будет распространяться свет там сначала будет слева направо потом справа налево значит по геометрии расстояние от стены до линзы аж маленькая от линзы до зеркала или маленькая но это две трети х я сразу написал фокус это расстояние линзы наши аж пополам здесь отмечено но и р маленькая радиус наши линзы круглый три сантиметра вроде бы все основные моменты здесь отражены площадь неосвещенной части зеркала мы сначала и и будем определять и и будем обозначать с 1 и так давайте разбираться первое что здесь сходу надо осознать что свет у нас идет от нашего источника света с и часть этого света будет попадать в линзу а часть будет идти непосредственно мимо этой линзы но давайте сначала обсудим то что будет идти в линзу значит надо понимать что пучок света который идет на линзу фактически он ограничен вот такими вот двумя лучами которые прям в краешке будут идти я бы на самом деле сразу бы их нарисовал да то есть вот луч света как раз в граничную точку идет это раз и вот второй луч света который как раз таки в граничную точку линзы идет удалось поговорим про пучок света который как раз между этими лучами то есть вот конус света который из вот с падает на линзу рассмотрим как он дальше соответственно пойдет но чтобы это понять нужно найти изображение точного источника света с нашей лампочки соответственно вот в этой собирающей линзе вот а для этого нужно понять что за предмет поскольку от этого предмета с на тонкую линзу падает расходящийся пучок света то это действительный предмет для нашей тонкой собирающей линзы чтобы понять какое будет изображение этого предмета с со звездой нужно сравнить расстояние от этого предмета точного до линзы с фокусным расстоянием этой линзы ну фактически это расстояние то нам задано аж маленькая и это будет не что иное как d1 фактически обычно вот я в обозначениях так отмечаю расстояние от предмета до непосредственно линзы и вот это d1 надо сравнивать с фокусным если d1 меньше фокусного изображения будет мнимом и потуши сторону где предмет если d1 больше фокусного то изображение будет действительным и по другую сторону от линзы чем предмет ну здесь отчетливо видно что д1 у нас больше фокусного значит изображение действительной будет по другую сторону вот здесь вот от линзы чем чем сам этот предмет ну и собственно говоря это как раз нужно сейчас будет описать я бы на самом деле так рассуждение здесь и проводил первым пунктом я так и отметил значит так как наше расстояние d1 она у нас ну равное аж она больше чем фокусная то и мы прям с вами вместе отметим изображение изображение с со звездочкой нашего вот этого действительного предмета прям полностью давайте будем это с вами записывать действительного действительного предмета источника с непосредственно в собирающей линзе она будет являться действительного изображение со звездой является мы с вами это вместе пишем является действительным то есть по другую сторону от линзы чем предмет но это говорит о том что тот пучок света который от этого действительного предмета идет пройдя через линзу выйдет сходящимся пучком который как раз будет собираться непосредственно в изображении и это изображение будет находиться на каком-то вот здесь вот расстояние f маленькая 1 до линзы которые можно найти просто воспользовавшись формулой тонкой линзы учитывая что у нас действительный предмет действительно изображение без проблем эту формулу можно написать и так 1 делить на d1 плюс перед дробью так как предмет действительный плюс 1 делить на f маленькая 1 плюс перед дробью так как изображение действительно мы это пояснили равняется 1 9 на фокусное расстояние мы мы знаем что у нас d1 непосредственно это h а фокусное расстояние это аж пополам на самом деле можно было сразу заметить что у нас в двойном фокусе фактически находится наш предмет значит изображение будет тоже в двойном фокусе и по другую сторону можно было в принципе на это сослаться но можно вот так честно это было и посчитать отсюда f маленькая 1 это фактически двойное фокусное расстояние то есть это h и вот на таком расстоянии у нас будет наш действительно изображение находиться я бы этот результат конечно выделил вы давайте отсчитывать расстояние hf маленькая 1 равная h и вот если вот считать мы видим учитывая что это две трети h до h это вот за зеркалом получается будет ух то есть там мнимый предмет для зеркала будет ну давайте прям будем с вами это отмечать я думаю надо прям звездочку это здесь поставить вот это с со звездой будет это действительно изображение действительного предмета с тонкой линзе вот и сразу давайте расстояние здесь отмечать я бы пунктиром здесь все-таки показал это как кажется это все-таки показывать здесь ну надо чтобы мы геометрию нашего рисунка все-таки как-то лучше воспринимали чувствовали и так вот вот это расстояние в маленькой 1 и она у нас равняется h может быть так и стоит здесь написать f маленькая 1 и она равняется h то есть если бы если бы у нас зеркала не было бы то весь свет бы собрался как раз вот в этой бы точке но в целом как свет идет надо нарисовать вот лучи свет как пойдут они пойдут как раз в изображение они пойдут как раз в изображение ну правда там есть зеркало поэтому свет отразится и лишь если бы зеркала не было бы эти лучи света попали бы в с со звездой так что за зеркалом видимо уже пунктиром надо то же самое здесь да все абсолютно симметрично если бы зеркала не было бы как раз в с со звездой лучи бы вот эти бы здесь все собрались и это здесь самое классное но на самом деле это уже что то что позволяет что то понять на предмет того пучка света который внутри конуса который из с падает на линзу то есть весь свет который вот здесь вот так вот идет проходя через линзу он пойдет вот таким образом и попадет вот сюда вот сюда вот на зеркало то есть вот это будет часть зеркала точно освещена за счет вот непосредственно вот этого света и вот тут будет круглое пятно с центром в этой точке и я бы на самом деле как-то выделил эту освещенную часть надо ее как-то здесь выделить давайте может быть оранжевым цветом я выделю это будет освещенная часть зеркала точно виде круглого пятнышка с центром вот в этой точке и быть может надо было сразу здесь отметить радиус этого светлого пятнышка золотистым цветом вроде бы мы геометрию отмечаем всю ну-ка как бы это отметить отметить можно наверное так просто фигурную скобку вот так сделать и подписать что это r1 фигурную скобку вот так сделать и подписать что это один круглое светлое пятно радиусом r1 ну то есть если теперь это как-то визуализировать то выглядело бы это наверное вот так видно да что соцсвет который конусом через линзу проходит он как раз будет давать вот такой вот круглая на зеркале световое пятнышко радиусом r1 хорошо теперь давайте подумаем не то что потом с этим светом будет который вот так упал на зеркало он естественно отразится это потом мы пока что вот отвечая на первый вопрос задачи работаем зеркалом у нас же были лучи света которые не только вот здесь вот распространялись и падали на линзу у нас были лучи света которые и мимо линзы шли и по условию они там беспрепятственно могут идти они же тоже попадут на зеркало и дадут там какую-то соответственно освещенную часть но они вот без преломления будут уже идти беспрепятственно то есть тот свет который вот так вот будет идти но чуть-чуть может быть ниже этого луча он так беспрепятственно пойдет дальше попадет непосредственно это зеркало ну и соответственно лучи которые ниже они аналогично да они потом там от этого зеркал будут отражаться но идея в том что тот свет который вот так вот сюда будет идти он делает вот вот эту вот всю часть зеркала освещенной и быть может тоже стоило здесь это как-то аккуратно показать что это будет именно освещенная часть этого зеркала вот на самом деле сверху абсолютно все то же самое да то есть и лучи света которые вот будут идти скажем так высший вот этого луча как бы в линзу не попадаю да они у нас беспрепятственно все будут идти вот этот вот этот они будут попадать на зеркало и делать там освещенную часть этого зеркала то есть начиная вот с этой точки выше все будет освещено все будет освещено но вот если опять как-то это все дело визуализировать то выглядит дело бы для вот этих лучей свет которые пойдут мимо наша картинка наверное вот так да то есть то что мимо линза беспрепятственно проходит прекрасно а теперь давайте совместим этих два рисунка и получаем вот такую историю ну и вот отчетливо видно да что у нас есть действительно не освещенная часть этого зеркала и не освещенная часть этого зеркала это вот некое такое можно сказать кольцо что ли как это лучше будет назвать давайте попробуем радиус вот этот весь обозначить какой-нибудь тоже приятной буквы не знаю допустим r2 да вот этот вот весь радиус можно обозначить непосредственно r2 ну соответственно тут можно поступить похожим образом вот это все будет r2 вот и не освещенная часть зеркала это то что между радиусами как раз таки r1 и r2 здесь и здесь то есть если глядеть на зеркало если глядеть на зеркало то вот то что радиусом больше r2 освещено меньше r1 освещено вот между ними нет и вот площадь именно этого с 1 нам с вами посчитать и нужно а а для этого надо r1 r2 найти и вот к этому мы сейчас как раз с вами переходим а это чисто уже скорее математическая задача наподобие треугольников и в общем то говоря все это уже наверно будет далее пункт второй мы с вами с ним будем сейчас разбираться так ну давайте начнем пожалуй с того что разберемся непосредственно с r2 тут смотрите вот этот вот треугольник прямоугольный он подобен вот этому вот прямоугольному треугольнику да то есть вот этот подобен вот этому а это означает что r маленькая относится к r большое 2 точно так же как вот это вот расстояние d1 она же h h относится к вот этому всему расстоянию которая d1 плюс l то есть h плюс две третьих h и так ир малая к r2 равно h делить на h маленькая плюс две третьих h маленькая можно сразу же здесь это писать и так ир маленькая разделить на непосредственно r2 равняется h маленькая разделить на h маленькая плюс две третьих h маленькая тут знаменатель получается пять третьих когда делим перевернуть то есть это получается три пятых фактически и отсюда мгновенно находится r2 в таком случае это пять третьих r2 это пять третьих р маленькая можно сразу это написать и как-то красиво выделить так хорошо теперь разбираемся дальше чтобы один посчитать тут видимо уже вот такие треугольники надо брать и надо вот по горизонтальной расстоянии те знать частности вот это вот тут идея какая надо посчитать по всевидимости расстояния от зеркала от зеркала до с звездой она как высчитывается фактически это f1 минус две трети h или h маленькая минус две третьих h маленькая значит 1 3 h маленькая это расстояние 1 3 h маленькая это будет непосредственно вот это расстояние а вот просто аж маленькая то есть там как один в трем получается и так что здесь получается смотрите вот этот треугольник подобен непосредственно вот этому треугольнику а стало быть r1 большой относится к r маленькая точно так же как вот h на 3 будет относиться к h и это можно так здесь и писать итак и радинг р малая этаж на 3 каш давайте из подобия то будем здесь записывать и так r большое 1 разделить на r маленькая это есть одна третья h малая разделить на h малая то есть фактически это просто одна третья и вот отсюда r1 мы с вами будем выражать он будет равняться одна третья р малая уже неплохо можно на этот результат сразу выделить ну что ж это уже в принципе поможет нам дать уже ответ да еще раз вот картинка нас интересует площадь s1 не освещенной части зеркала фактически она равняется это видно из рисунка как разность площадей двух кругов с центром в этой точке и радиусами r2 и r1 ну так давайте ее вместе считать и будем с 1 чему будет равняться это четвертая позиция вот здесь наверное заключительная и так искомая площадь не освещенной части зеркала это есть фактически пи r2 в квадрате минус пи r1 в квадрате подставляем r2 это вот пять третьих р малая там в квадрат надо возвести подставляем r1 это одну третью р малые там в квадрат надо возвести двадцать пять минус один двадцать четыре двадцать четыре делить получается там на 9 топ сократится и так 24 здесь девять пи r малый квадрат так но если здесь какие-то сокращения все-таки проводить там 24 на 3 это 8 9 на 3 это 3 то есть вот так вот буквенно если считать получается результат здесь восемь третьих r в квадрате вот но нас просили площадь сантиметров квадратных там в единицах пи выразить вот в единицах пи то есть надо р маленькая здесь подставлять которая три сантиметра то есть тут будет получаться восемь третьих умножить на пи здесь три сантиметра в квадрате 3 на 3 это сократится 1 3 останется 3 на 8 24 то есть получается здесь мы записываем 24 24 пи сантиметров квадрате да то есть вот такая площадь будет у нас непосредственно о неосвещенной части зеркала и вот она первая часть решения задачи но нельзя сказать что сложно то то есть в принципе все достаточно мне кажется здесь логично самое интересное конечно это то что будет после этого и совершенно понятно что вот этот свет который вот попадает туда сюда он отражается и тот свет который соответственно вот здесь вот идет он тоже отражается и вот это дальше уже самое интересное начинается что требует анализа давайте разберемся с вами с тем светом который у нас из линзы вышел он попадает в зеркало и безусловно будет отражаться то есть если смотреть на вот эти вот крайние лучи под каким они углом упадут под таким они отразятся под каким упадут под таким отразятся но если у нас сходящийся пучок света как мы видим здесь падал на зеркало отраженный будет вот до точки пересечения тоже сходящимся то есть очень интересно выходит смотрите фактически для того чтобы описать отражение вот этого вот цвета падающего на зеркало нужно рассмотреть с со звездой как предмет для зеркала но какой это предмет обратите внимание от предмета с со звездой это уже теперь то что было изображением в линзе даст стал предметом для зеркала от этого предмета со звездой на зеркало падает сходящийся пучок света. Значит, S со звездой это мнимый предмет для зеркала. Изображением мнимого предмета в зеркале является всегда действительно изображение, которое будет симметрично зеркалу расположено на том же самом расстоянии. То есть, если тут была одна третья, то на таком же одна третья, здесь будет действительно изображение S, допустим, с двумя звездочками мнимого предмета S со звездой в зеркале. Ну, это надо прямо здесь показывать. Вот где эти лучики света после отражения соберутся. Это у нас будет S с двумя звездочками. Действительно изображение мнимого предмета S со звездой в зеркале. Нет, конечно, это здесь надо отчетливо понимать и, возможно, даже есть резон это написать здесь отдельно. Мы новую нумерацию начинаем, потому что теперь уже будем искать площадь S2 неосвещенной части стены, поэтому по новой начинаем. Итак, я бы здесь так и отметил, что S с двумя звездами это действительное изображение. Действительное изображение. Вот в рамках четких терминов все. мнимого предмета S со звездой в, соответственно, зеркале. Там очень всегда интересно получается. Изображение действительного предмета в зеркале мнимое, а изображение мнимого предмета в зеркале действительно. Класс! И вот самое главное для зеркала идеального помнить, что предметы изображения, они симметричны, то есть на том же расстоянии. Поэтому, если я здесь буду это как-то показывать, а визуализировать, конечно же, это здесь нужно, то вот это вот расстояние, оно будет такое же, как и здесь, одна третья H. Я бы так и отметил здесь. А красиво, кстати, даже получается. Итак, это расстояние одна третья H. Замечательно! То есть свет, который вот так вот там падает, после отражения, фокусируется, можно сказать, в этой точке. И она теперь будет как бы светящейся точкой, из которой, естественно, там свет, попав в нее, не остановится, свет пойдет дальше. S с двумя звездочками становится предметом для этой линзы, потому что свет от него теперь на линзу будет падать. Но как он будет распространяться? Ну вот не во все стороны, нет, не во все стороны. Дело в том, что S с двумя звездами было сформировано вот таким конусом света. Естественно, он на месте не останавливается, этот конус света, он идет дальше. То есть вот этот вот луч света как шел, он так дальше идти и будет. А стало быть, от S с двумя звездами свет на линзу будет падать только в этом конусе, то есть между вот этими вот двумя лучами и только. Вот сюда свет не пойдет. Нет. Почему? Потому что S с двумя звездами было сформировано вот таким конусом света. Не вот всевозможными лучами, нет, а только лучами внутри этого конуса. Значит, от S с двумя звездами такой же конус света дальше и пойдет. То есть вот он осветит только вот этот вот фрагмент, вот этот вот фрагмент вот этой линзы. Но, окей, мы разобрались, что от S с двумя звездами, что стало предметом для линзы, свет только внутри этого конуса распространяется. Фактически лучи у нас идут и падают на эту линзу расходящимся пучком. То есть S с двумя звездами становится действительным предметом для линзы. Для того, чтобы понять, как эти лучи свет у нас, пройдя линзу, пойдут, ну, нужно понять, на каком расстоянии этот действительный предмет S с двумя звездами по отношению к линзе находится. Ну, это прямо можно высчитать. Тут можно посмотреть. Вот это H, а это 2 третьих H. Значит, вот искомое расстояние H минус 2 третьих H, H на 3. То есть вот оно, D2 расстояние от этого предмета до линзы, D2, это вот H минус 2 третьих H, это H на 3. Вот это, наверное, здесь стоит отдельно прям сразу написать. Давайте это сделаем. Пометим, что вот это расстояние, D маленькое 2, давайте будем его обозначать, это просто на всего H на 3. И вот теперь это D2 надо сравнивать непосредственно с фокусным расстоянием линзы аж пополам. Тогда мы поймем, какое будет изображение у этого действительного предмета. Но давайте будем сравнивать и будем с вами сразу здесь это писать. Итак, так как расстояние D2, которое у нас равняется 1 третья H, давайте сравнивать с фокусным. Больше фокусного или меньше? Ну, 1 третья H у нас меньше, чем фокусное, меньше, чем H на 2, O между фокусом и линзой, меньше фокусного. А раз так, по теории, изображение будет мнимым для действительного предмета в тонкой собирающей линзе. Потому что предмет действительный между фокусом и линзой находится. То есть мы так с вами и напишем. То, само изображение, давайте будем уже S с тремя звездочками обозначать. То изображение, то изображение, S с тремя звездочками нашего действительного предмета, действительного предмета, прям полностью будем это писать, Действительного предмета S с двумя звездами В, соответственно, нашей собирающей линзе является мнимым. Изображение будет, является мнимым. Почему изображение является мнимым? Потому что предмет действительно между фокусом и линзой. А если мнимым, то это изображение будет находиться S с тремя звездами по одну сторону от линзы, как и предмет. Причем дальше. S с тремя звездами будет по одну сторону с S с двумя звездами, где-то здесь. На расстоянии от линзы F маленькое 2. По формуле тонкой линзы это расстояние можно найти. S с двумя звездами – действительный предмет, поэтому плюс 1 делить на D2. Изображение S с тремя звездами мнимое, поэтому минус 1 на F маленькое 2. Ну и линза собирающая, оптическая сила, плюс 1 делить на F. Мы с вами знаем, что D2 у нас с вами равняется H на 3. Мы это писали. И мы знаем, что фокусное расстояние, здесь оно указано, это H пополам. Ну и как тогда отсюда все будет выражаться? F маленькое 2, чему будет равняться? Ну можно прям сразу подставить. Там D2 сюда, 3 на H, здесь 2 на H, там 3 на H, минус 2 на H, 1 на H. 1 на H, это 1 на F2. То есть F2, H и будет. О, как вышло-то интересно! Обратите внимание, F маленькое 2 – это H. Если мы от линзы отсчитываем расстояние H, ну вот H, оно же с F1 совпадает. F1, F2 совпадает. Ух ты! Получается, S с тремя звездами совпадет с S со звездой. В том же месте будет находиться. То есть вот здесь, можно рядышком прямо здесь нарисовать, в той же самой точке будет находиться S с тремя звездочками. Ну, кстати говоря, будет изображение в системе линзы зеркала. Там свет проходит через линзу, отражается от зеркала, снова проходит через линзу. В системе линза зеркала как раз-таки изображение с тремя звездами здесь и будет. Так, как же понимание того, что изображение с тремя звездами мнимое, и оно там же, где есть со звездой, нам поможет построить ход вот этих самых лучей? Ну, если изображение мнимое, то эти лучи выйдут расходящимися, так, чтобы их продолжение попали в изображение. То есть, да, они подсоберутся, эти расходящиеся лучи, но недостаточно сильно, чтобы эти лучи стали сходящимися. Они останутся расходящимися просто в меньшей степени. И продолжение этих расходящихся лучей должны будут попасть в изображение. Так что давайте прямо, начиная, наверное, пунктир вот этих продолжений с изображения как раз-таки S с тремя звездами, пунктир, мы прямо показываем, как луч света потом вот так вот выйдет. Он выйдет так, он выйдет так, так вот идёт и выйдет так, чтобы продолжения попали в изображение S с тремя звездами. То же самое давайте по другую сторону. Главные оптические оси, начиная продолжением непосредственно с изображения S с тремя звездами, и вот дальше так вот вдоль прямой мы показываем, как пойдут лучи. То есть получается вот этот луч света, он у нас выйдет так, чтобы продолжение попало в S с тремя звездами. И вот получается, что через линзу непосредственно от S с двумя звездами проходят лучи света вот в этом вот конусе, ограниченном этими двумя лучами. Так вот они идут, проходят, и в результате здесь будет появляться световое пятно на стене, круглое, с радиусом. Ну, давайте его будем обозначать R4, с радиусом R4. Наверное, можно было бы сразу здесь это, конечно, отметить, что радиус будет равняться R на 4. Почему бы это сразу здесь не выделить? R на 4, и здесь, соответственно, если отмечать, R4 пусть будет. Значит, ну, то есть распространение света, получается, будет выглядеть вот так. Значит, от S с двумя звездами конусом свет проходит через линзу, выходит и дает вот светлое пятно на экране радиусом R4. Прекрасно. Ну, с этим мы разобрались, с этим мы разобрались. Важно здесь понимать, да, что лучи света, которые вот-вот-вот, отсюда их не будет. Дело в том, что S с двумя звездами было сформировано вот таким конусом, и этот конус дальше пойдет. То есть, S с двумя звездами, конечно, предмет для линзы, но не во все стороны от него свет будет идти, а только вот в таком конусе. И конус вот так вот выходя дает такое светлое пятно. Так, что же еще будет со стеной? А вот здесь стоит не забыть о том свете, который вот на примере этого луча шел вот так и ниже. Он ведь там отражается от зеркала и потом попадает на стену. То же самое сверху. Этот луч и те, что выше, они от зеркала отражаются, отражаются и попадают в стену. То есть, стена будет также засвечена от свет, который пойдет вот таким образом, отразится от зеркала и попадет на стену. Надо это визуализировать. Ну, здесь все просто. Мы берем этот крайний луч света. Он упал. Под каким углом упал, под таким отразился. То есть, там закон отражения работает. Под каким углом упал, под таким отразился. То есть, вот так вот отраженный луч света будет идти. Ну, и все лучи, которые будут идти ниже, чем вот этот вот, вот, да, ниже, они будут отражаться и идти вот ниже туда. То есть, отраженный свет от зеркала, именно прошедший мимо линзы, он будет где-то вот ниже, чем вот этот самый луч. А стало быть, засвеченная часть стены будет ниже вот этой точки, от этой точки и ниже. То же самое будет происходить сверху. Мы с вами рассматриваем вот этот луч света и все, что пойдут выше, чем он. Ну, давайте для него. Под каким углом упал, под таким отразился. Так, луч света пойдет. Окей. И получается, все лучи света, которые будут идти как бы выше, чем вот этот вот, они будут отражаться и выше, чем этот луч идти. А стало быть, для света, прошедшего мимо линзы и отраженного от зеркала, ну, это будет вот свет, который идет выше вот этого луча. Но стало быть, будет засвечена вот, начиная с этой точки и выше, вот эта вот часть непосредственно стены. Вот. Ну и расстояние как бы от центра, да, вот где ось пересекает, как бы от S до вот этого места. И вот здесь, естественно, они в силу симметрии будут одинаковые. Радиус это можно обозначить, например, R3. Почему нет? Да, то есть вот это вот, давайте будем с вами обозначать R3. Ну и здесь внизу, соответственно, будет абсолютно то же самое, вот так вот, R3. Ну, в результате свет, который прошел мимо линзы и отразился от зеркала, для него картинка будет вот такая. Да? Вот. И давайте теперь объединим, объединим тот свет, который как раз-таки вот так вот прошел через линзу, да, в световое пятно, и тот свет, который вот так отразился от зеркала и дал там тоже засвеченную область. Вот, что мы будем иметь. То есть получается на стене непосредственно у вас будет засвечена круглая область радиусом R4 и будет засвечено все, что имеет радиус больше, чем R3. То есть то, что вот тут ниже, и то, что здесь будет выше. Есть некая часть между радиусами как раз-таки R4 и R3, которая засвечена не будет. Площадь ее, S2, здесь она обозначена, найти и нужно. Ну, то есть на экране мы будем видеть вот это. Вот. У нас засвечено все, что имеет радиус больше, чем R3. И у нас засвечено все, что имеет радиус меньше, чем R4. И вот площадь того, что между ними, кольца, вот она, S2, как разность вот площадей кругов опять, P, видимо, R3 в квадрате пополам и P R4 в квадрате пополам. Вот площадь вот эту серенькую, S2, нам найти и нужно. Это то, что не будет засвечено на стене. И получается, все сводится теперь к тому, чтобы просто определить вот эти вот радиусы R4 и R3. В принципе, все. Ну, давайте начнем, наверное, с R3. Мне кажется, здесь это будет наиболее просто. Вот. Дело в том, что здесь вот этот луч света под каким углом упал, под каким отразился. Так что, если здесь перпендикуляр к зеркалу вот так восстанавливать, он же будет бисектриса, он же медиана. Если вот так вот его сюда вот доводить, вот это вот основание поделит этот отрезок, ну, если это медиана, высота бисектриса, тут же, очевидно, равнобедленный треугольник, потому что вот эти углы равны. Это медиана, высота бисектриса, то есть это основание поделит этот отрезок на две равные части. Значит, R3 это... Ну, короче говоря, вот это вот половина R3, это половина R3. Это середина этого отрезка. Но вот это все прямоугольник, в котором длины противоположных сторон равны. И вот обратите внимание, это же вот ведь R2, А, значит, вот это вот до серединки R2. Но если это равно этому, и они по R2, значит, R3, это R2 плюс R2, это 2R2. Можно, в принципе, так и написать, что R3 у нас равняется просто навсего 2R2. Там нужно будет просто R2 подставить, чтобы все получилось. R2, если память не изменяет, равняется 5 третьих R. R2 у нас было 5 третьих R, 5R на 3. То есть, получается, значит, 10 третьих R малая. Так, то есть, R3 у нас с вами есть, уже хорошо. Так, едем дальше. Дальше надо посчитать R4. Как посчитать R4, давайте соображать. Так, ну вот здесь надо понять, наверное, радиус той части линзы, как раз в которую свет, ну вот который светящийся будет, да, в которую свет от S2 звездами попадает, вот это и вот это найти. А тут можно заметить следующее. Видите, у вас S с двумя звездами посередине между линзой и зеркалом. Ведь тут аж на три расстояния, и тут аж на три расстояния. То есть, два расстояния равны. А если вот эти два расстояния равны, то у вас вот эти два треугольника являются равными. А если они равны, то если тут R1, то и здесь R1. Тут R1, то и здесь R1. И можно это, в принципе, сразу отметить. В следствии равенства треугольников тут R1. Ну, стало быть, и здесь у нас тоже будет R1. То есть, радиус тут R1. Ага. Так, ну а дальше подобие треугольников каких получается у нас? Надо аккуратно показывать. Смотрите, вот этот вот треугольник, вот он. Вот этот вот треугольничек, мы прямо его аккуратно показываем. Он подобен вот этому вот треугольничку. Там, да, с тремя звездами как раз-таки. Еще раз, да, вот этот вот треугольник, он подобен вот этому вот треугольнику. Значит, R4 относится к R1. Давайте сразу это будем писать. R4 относится к R1. R4 относится к R1 точно так же, как R4 относится к R1. Точно так же, как вот это все расстояние относится к вот этому расстоянию. Так, чего равно вот это все расстояние? Давайте смотреть. Вот. Аж маленькая плюс аж маленькая. Два аж маленькая. Да, то есть вот тут видно аж малая. И вот это вот тоже аж малая. Значит, вот это все расстояние два аж малая. Два аж малая. А это? а это h малая. О, как! 2 h малая к h малая, 2 к 1. Итак, r на 4 относится к, r4 относится к r1, точно так же, как 2 h малая к h малая. Огонь, так и пишем. Как 2 h малая к h малая, то есть это 2, а это означает, что r4 это 2 r1. Так, r1 у нас равнялась r на 3, r1 у нас равнялась r на 3. То есть там 2 r на 3 получается, 2 r на 3 будет r4. Ну и все, теперь площадь неосвещенной части. Еще раз, да, вот πr3 в квадрате минус πr4 в квадрате, s2 и будет. Поехали считать искомую площадь, последний пятый пункт, s2 равняется πr3 в квадрате минус πr4 в квадрате. Так, πr3, r3 у нас это 10 третьих r малая, все это в квадрате. Минус π на, что у нас там, 2 r на 3 в квадрате. Так, что же там с s2 тогда будет получаться. Так, ну это 100 минус 4. 100 минус 4. 100 минус 4. Это 96. То есть получается 96 девятых πr2. Ну теперь радиус, который у нас с вами 3 сантиметра, мы смело совершенно. Подставляем, там 3 в квадрате 9, 9, 9 уйдет, 96π будет. Итак, 96 девятых π, тут 3 сантиметра в квадрате, а в итоге получаться будет 96π квадратных сантиметров. 96π квадратных сантиметров. Вот искомая площадь, неосвещенной части стены. Мы сделали с вами это. Очень получилось, очень-очень классно. Это ответ на второй вопрос задачи. Как раз таки площадь вот этого вот кольца, неосвещенной части стены. Мы с вами посчитали. И кстати, вот как раз при ответе на второй вопрос получается использовались как раз r2 и r1, которые должны были быть получены при ответе на первый вопрос. В общем, получилось очень классно. Мы все сделали, мы разобрались с вами с этой задачей. Ну, теперь давайте я что-то скажу по поводу в целом всей этой задачи, как было и в предыдущих. Да, вот какой-то итог подведу. Значит, по поводу условия. В принципе, понятно, что стена предполагается вертикальной, зеркало вертикальным. И тогда, если главная оптическая ось линза горизонтальна, линза будет вертикальна. Но так вот, если вот читать условия, а где здесь написано, что стена вертикальная? Тут ведь нет об этом упоминания. То есть, это типа из картинки только следует. Ну, то есть, по идее, наверное, надо было отметить вот в вертикальной стене. Одно слово добавить. Было бы лучше. Тогда, если зеркало параллельно стене, оно тоже вертикально. И если по условию главной оптической ось линзы горизонтальна, значит линза вертикальна. Ну, то есть, мне кажется, одного слова тут не хватает. В вертикальной стене сделано вот это некое отверстие. Вот. А в остальном, наверное, все хорошо в условии. Ничего добавить не могу теперь по поводу самой задачи и решения. Ну, мне кажется, эта задача просто идеальна для Олимпиады физтех, и не только для нее, потому что она, в принципе, на пошаговое логическое рассуждение. Вот. В ней нет вообще абсолютно ничего сверхъестественного. Вот. В ней просто нужно творчески подойти к решению, разобраться с тем, как там свет будет идти слева направо, потом справа налево, прессовать свет. И в целом, в процессе решения задачи, ну, скажите, если я не прав, ну, получаешь же прям удовольствие, прям кайфуешь. Ну, то есть, это вот задача по оптике из разряда тех, где реально получаешь кайф от процесса решения этой задачи. Но, мне кажется, она в этом плане очень хороша. Она очень психологически должна хорошо влиять, когда ее решаешь в целом, когда, наверное, сидишь на Олимпиаде. И с этой точки зрения она прям огонь. В целом, мне она очень понравилась. По пятибалльной шкале, наверное, А5-5 с плюсом. То есть, вот все вот эти задачи, которые там 3-4-5, мне они очень нравятся. Оптика здесь особенно приятная и хороша. Вот. Единственное, что, возможно, было бы классно здесь, может быть, все-таки какой-то вопрос еще один добавить, чтобы их было 3. Хотя, с другой стороны, первый помогает с ответом на второй. Ну, не знаю, мне кажется, еще третий вопрос какой-нибудь добавить, какой-то совсем простенький, может быть, имел смысл. Хотя, с другой стороны, задача сама по себе достаточно самодостаточная. Ну, то есть, вот есть какие-то мысли на предмет именно проверки, да, чтобы вот когда проверяют, чтобы вот баллы можно было как-то вот здесь дифференцировать. В общем, не знаю. Такой философский вопрос. В целом, мне по задаче добавить нечего. На мой взгляд, она очень классная. И, безусловно, вот всю эту историю, связанную с прохождением света через линзу, там есть стандартная задача, где она вставлена в какой-то непрозрачный экран. Там надо понять, что там с пучком света будет происходить, там есть ли линза собирающая или рассеивающая. В принципе, все, кто готовится к Олимпиадам, подобного плана задачи ведь решали. Я вот в кругу своих учащихся это, безусловно, тоже решал. Вот далее. Тут очень классно то, что у вас система линза-зеркало-линза, да, вот в которой нужно находить изображение точного источника. Система линза с зеркалом – это тот объект, та система оптических объектов, которую при подготовке к Олимпиадам тоже все рассматривают, в частности, вот к Олимпиаде физтех. Ну вот в процессе подготовки я и не только, вот мы все это рассматриваем. Кто готовится, для тех, знакомая система линза-зеркала, которые разнесены друг от друга на некоторое расстояние. Вот, то есть это классно. То есть те, кто готовился с этим, как раз поэтому должны были справиться. То есть задача просто вот она, она замечательная. Мне она очень понравилась, составители большие молодцы. Вот, все, что вот с третьей по пятую, прям мне очень понравилось. Ну, здесь пятой задачи, наверное, больше добавить и нечего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова